Посевная кампания выходит на финишную прямую. 85% площадей в Алтайском крае уже засеяны. Кукурузой, сахарной свеклой, подсолнечником и многими другими культурами. Отдельные хозяйства сейчас досеивают гречиху. По заявлениям властей, проблем с семенами у фермеров в этом году не было. Однако небольшая задержка, как сообщили нам некоторые аграрии, в частности Ребрихинского района, была. По их словам, импортные семена свекл из-за санкции пришли с опозданием на целый месяц. Должны были в марте, пришли в конце апреля. Это никак не сказалось на посевной, но аграрии успели понервничать. Нервничать они не перестали и в дальнейшем. В регион пришла аномальная жара. В крысьянско-фермерском хозяйстве Анатолия Иванова уже больше месяца не могут спать спокойно. В Косихинском районе 40 дней не было дождей. Вот видите, температура выше 30, лист начинает скручиваться в трубочку. О чем это говорит, что в почве в метровом слое нет запаса влаги. Изначально урожай оценился в 60 центров, сегодня он уже упал до 40. Я думаю, если еще неделя такой погоды, то урожай будет уже 30 центров. По прошлому году мы получили чуть более 130 миллионов тонн продукции сельского хозяйства, поростеневодства. Несколько лет назад мы впервые получили чуть больше 100. Как бы это был рекорд района и наших сельхозтоваропроизводителей. То теперь это уже как бы норма. Мы не считаем это рекордом. Вот это обыденная жизнь. Поэтому рассчитываем, что хотя бы по уровню прошлого года, даст Бог, получится. Если берем производство продукции растеневодства, пшеница и зерновых, последние два года у нас были рекорды. Масличные культуры у нас последние два года рекорды. Если смотреть по погодным условиям, таких рекордов, в общем-то мы, наверное, не должны были ожидать. Техническое перевооружение позволяет на сегодняшний день в достаточно сложных природно-климатических условиях получать достаточно большие результаты. Хороший урожай, безусловно, нужен. Но когда его много, а потребности внутреннего рынка не бесконечны, получается обратный эффект. Так рекордный урожай пшеницы в 2022 году привел к обвалу цен на продукцию. За килограмм пшеницы сейчас предлагают 10,5. А это себестоимость. Мы вот сегодня оцениваем пшеничное поле. Это просто как элемент севооборота. Мы понимаем, что мы прибыли с этого поля не получим. Но от севооборота мы отступить не можем. Это закон природы, сеять определенную культуру после какой-то культуры. И мы не изменились, а в оборот, ни на сколько в этом сезоне. Он остался прежним. Наша, так сказать, царица культуры – это пшеница. Ее, так сказать, незаслуженно опустили по ценам. Опустили. Ну, связано, конечно, с реализацией на внешний рынок. Внутри нам столько его не надо. Значит, надо думать о том, чтобы как-то или может уменьшить площадя, или может быть наладить сбыт в другие каналы, найти другие места, где-то другие страны. Но экспортный сбыт наладить непросто. Сельхозпроизводители ломают голову, что делать с пшеницей. И параллельно высматривают варианты сбыта некогда прибыльного рапса. Мы на сегодня посеяли площадь рапса. И мы не знаем, откроется ли экспорт или не откроется. То есть, если экспорт не откроется, жировики опускают цену до таких пределов, что этой культурой становится невыгодно заниматься. То же самое, что и по пшенице. Закрыт экспорт, ограничивается пошлинами. Эта культура становится нерентабельной. Поиском новых рынков сбыта сейчас занимаются власти. В перспективе продавать нашу продукцию могут в Азию. Но в такой рынок еще нужно зайти. По словам министра, на модернизацию отрасли направлено почти 22 миллиарда рублей. Это только на покупку машинного оборудования. За последние пять лет аграрная сфера получила 60 миллиардов на приобретение машин и оборудования. В четыре раза вырос размер зерновых субсидий. Все это должно помочь перевооружению. По статистике агрария, в жительной селе остается один из 50. Люди уезжают из-за слабо развитой инфраструктуры. Поэтому большие надежды сельхозпроизводители возлагают на идею качественного благоустройства населенных пунктов. Строительство дорог, домов культуры, магазинов. По их мнению, такие меры вернут интерес молодого поколения к земле и ее плодам. А у аграрной сферы появятся молодые кадры, то есть будущее. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.